Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права», с вами я, Анастасия Ибрайчева, и сегодня обсуждаем мы тему госзакупки. Сразу скажу, что гостем моей программы является Виталий Зарудин, руководитель правозащитной общественной организации «Безопасное Отечество». Виталий, доброе утро. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, вот тема такая и широкая, и узкая одновременно, но я думаю, что она близка и знакома всем, может кто-то что-то дослышал, да, про госзакупки. Наверное, не просто так, Виталий. Я думаю, что слышали абсолютно все, ну, точно уж в том возрастном цене, в котором идет наша передача, а многие также и сталкивались непосредственно и с самими процедурами госзакупок, и с теми проблемами, которые в этой отрасли существуют. А какие, вот о каких проблемах вы говорите, какие бы вы хотели в первую очередь отметить? Ну, самая распространенная проблема, о которой, наверное, чаще всего говорят, это, конечно же, проявление коррупции, проявление проблем, связанных с ограничением конкуренции, то есть это та проблема, которая в первую очередь влияет на предпринимательское сообщество, на тех предпринимателей, которые участвуют в государственных закупках. Ну, и, конечно же, проблема квалификации специалистов в этой сфере, которые тоже оставляют желать лучшего, и до сих пор, несмотря на то, что законодательство о государственных закупках постоянно совершенствуется, закон, ныне действующий, 94-й федеральный закон, существует с 2006 года. До этого, кстати, тоже было законодательство, регулирующее сферу госзакупок, было региональное законодательство, в Москве был закон соответствующий, сначала 4-й, 26-й, было, в самом начале был указ президента, тогда еще Бориса Николаевича Ельцина, о мерах по предотвращению коррупции, который, собственно, и ввел такое понятие, как госзакупки, как конкурсы, аукционы, и с того момента можно, на самом деле, отсчитывать современную эпоху системы госзакупок в Российской Федерации. Ну вот, на сегодняшний день, да, вы говорите о том, что еще указ тогда действующего президента, достаточно старый документ, да, был направлен на то, чтобы именно снизить коррупцию, а начали мы нашу программу тем, что сегодня, в 2013 году, да, у нас все равно этот закон применяется, и эта тема актуальна, мягко говоря. Конечно, ну, это, наверное, вечная тема, к сожалению, потому что она основана не на законодательстве о госзакупках или о каком-либо другом законодательстве, это проблема менталитета, проблема воспитания гражданского общества. В принципе, только путем длительных, упорных, усердных мероприятий, направленных на воспитание гражданского общества, на изменение менталитета, возможно, будет эту ситуацию сдвинуть, ну, если не с мертвой точки, то, по крайней мере, существенно ее продвинуть в сторону улучшения. Потому что сегодня, конечно же, одной из основных составляющих является, наверное, на мой взгляд, это вот тот менталитет, который у нас сложился и исторически, и за последние годы. В том числе, конечно же, наложил отпечаток на себя вот пресловутый период 90-х, да, лихих, так называемых, и так далее, когда ничего не контролировалось, законодательство практически отсутствовало, и так далее. Ну, вот смотрите, Виталий, тем не менее, да, мы, конечно, есть определенная социальная составляющая, мы, кстати, о ней поговорим, о социальной и общественной составляющей, но изначально хочется, может быть, кратко или более подробно, но вскрыть вот эти проблемы. Мы все слышали эти слова, да, коррупция, ограничение, конкуренция. Вот у меня такой прикладной вопрос. Есть некий, там, аукцион, допустим, просто ли компании из нужной соответствующей сферы, не просто поучаствовать в этом аукционе, хотя и поучаствовать иногда тоже зависит же от задания, да, которое там имеет место быть, а не просто поучаствовать, а вообще выиграть его. Вот это, насколько это реально, если эта компания не работает в коррупционной, там, соответственно, среде, грубо говоря, да? На самом деле в аукционе, а тем более в электронном аукционе, который сейчас в основном проводится всеми заказчиками государственными, выиграть, ну, откровенно говоря, достаточно просто. Для этого нужно, а, иметь квалификацию, достаточную для грамотной подготовки заявки на участие в этом аукционе, правильно подать эту заявку, и в этом случае не нужно находиться в коррупционной связи, с чиновником, да, который там что-то поможет, подскажет и так далее. Надо просто иметь собственную квалификацию, иметь понимание закона, знать особенности участия в аукционе и правильно подготовить заявку. Ну и, собственно, вторая составляющая – это немножко умерить аппетиты, снизить свой порог жадности, да, и, соответственно, аукцион – это что? Это конкуренция по цене между, там, двумя, тремя или неограниченным количеством предложений. Соответственно, кто дал дешевле цену, кто предложил более дешевую цену, исполнение заказа или поставки товаров, соответственно, тот и выиграл. Но проблема связана не в этом, в первую очередь, а, конечно же, проблема находится именно на этапе подачи, подготовки заявок на участие в электронном аукционе или, ну, в обычном аукционе, которых сейчас уже практически не проводят. Соответственно, здесь кроется как раз та проблема, о которой я уже говорил, то есть недостаточная квалификация, с одной стороны, со стороны чиновников, которые эти аукционы объявляют и проводят, и, с другой стороны, со стороны предпринимателей, которые подготавливают и подают заявки. То есть неквалифицированная подготовка заявок влечет возможности для чиновника, даже не коррумпированного, а просто влечет последствия, предусмотренные законом. То есть отказ в допуске этой заявки к участию в аукционе. Тогда дальнейшие действия уже теряют смысл и просто невозможно. Ну, смотрите, Виталий, у меня вопрос, почему я его развиваю, потому что я думаю, что многие слышали, мягко говоря, о том, что вещи, которые можно купить условно в магазине, ну, я сейчас называю вещи, да, это может быть все что угодно, покупаются вот на таких аукционах вещи, услуги, работы втридрога, условно втридрога. И ситуации такие, к сожалению, имели место быть, но кроме всего прочего, ведь от того, как объявлен пусть даже аукцион, да, от этого зависит, сможет ли компания поучаствовать. Одно дело, если компания просто должна будет привезти телевизор конкретной марки, модели и прочего, мы просто конкурируем по цене, а этот телевизор, ну, уже известно даже, какое качество он имеет, да, уже вот на него конкретно объявлен этот аукцион. А если мы говорим о работах, если мы говорим о составлении задания технического, таким образом, что, по сути, под это задание подходит одна компания, например, да, и у нас конкуренции вообще не возникает. И дальше уже цена образования, ну, очень специфическая. Именно этим и пользуются заказчики, чиновники, которые проводят эти самые аукционы или конкурсы. Именно на это делается основной акцент с целью ограничить конкуренцию, отсечь неугодных чиновникам поставщиков, исполнителей заказов. То есть, в первую очередь, существует вообще круг уловок, скажем так, таких условно стандартизированных, да, с каждым годом, конечно же, этот круг там расширяется или изменяется с учетом нового в законодательстве, потому что все-таки, так или иначе, законодатель, несмотря на всевозможную критику, все-таки дорабатывает это законодательство и дорабатывает его в сторону именно прозрачности закупок, повышение эффективности закупок и так далее. Но все равно, конечно же, лазейки остаются, и этими лазейками многие пользуются. Это, в первую очередь, соответственно, составление технических заданий под, так называемое, затачивание технического задания под конкретного исполнителя, поставщика данного заказа. То есть, если это поставка оборудования, указывается требование на конкретный товар, его конкретные технические характеристики. Часть из которых, может быть, даже и не нужна под конкретные задачи. Да, безусловно. Ну, вот простой пример из нашей практики, буквально, вот, можно сказать, с пылу, с жару. Объявлен аукцион на поставку... Ну, сейчас об этом модно говорить, да, хотя, в принципе, мы в своей деятельности особо за модой не гонимся. Ну, просто такой яркий пример. Объявлен аукцион в Москве на поставку люксового автомобиля для нужд одного ведомства, скажем так. И в техническом задании заказчик указывает, то есть, там четко понятно, что этот заказ сделан под конкретную марку, под конкретную модель. Виталий, я вас перебила, потому что я хочу, чтобы окончание этой истории вы рассказали нашим слушателям сразу после того, как мы выслушаем новости и вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему государственной закупки. Виталий Зарудин у меня в студии, руководитель правозащитной общественной организации «Безопасное Отечество». Виталий, вот до того, как мы слушали новости, вы начали рассказывать историю, которая буквально свежая у нас сейчас происходила. Говорили о том, что одно из государственных ведомств решило заказать люксовый автомобиль, и было некое техническое задание. Что там было указано? Да, конечно. Соответственно, заказывался автомобиль, а стоимость его ни много ни мало составляет 3,8 миллиона рублей. И в техническом задании заказчик, собственно, то самое затачивание под продукцию конкретного производителя, под конкретного поставщика. Понятно, что, по крайней мере, в Москве, допустим, есть круг дилеров официальных, которые поставляют продукцию. И понятно, что если есть договоренность с одним дилером, то другой дилер вряд ли будет уже в этот аукцион, потому что они между собой, скорее всего, все общаются. Но даже не в этом дело. А история заключается в чем? То есть, затачивание технического задания. Пример. Заказчик указывает в задании, что максимальная скорость автомобиля должна составлять непременно не менее 188 километров в час. В данном случае не лимузин они заказывают, а люксовую модель микроавтобуса. Видимо, не знаю для каких нужд, со всякими возможными опциями и невозможными. Соответственно, вот, к примеру, не менее 188 километров в час. Мы сравнили с аналогичными, допустим, микроавтобусами других производителей, даже более люксовых, так сказать, марок или аналогичных. У них там скорость, допустим, 180 километров, 185 километров максимально. Но даже не в этом дело. А дело в том, что у нас разрешенная скорость максимально на магистралях 110. Скоро там будет на некоторых дорогах разрешена 130. Зачем устанавливать требования, которые ограничивают, соответственно, максимальную скорость, что не менее 188 километров в час. Для чего это? Понятно для чего. Для того, чтобы поставщик, допустим, там, я не знаю, там, к примеру, абстрактно, марка Мерседес, выпускающая также и продающая на российском рынке такие микроавтобусы, чтобы она не смогла участвовать, потому что вот только скорость, у неё чуть-чуть меньше, соответственно. Или другие параметры. Причем та скорость, которая по закону никогда не должна быть применена, да? Соответственно. Если это только не какие-то совсем спецслужбы. Для чего? Нет, это администрация, соответственно, обычного органа исполнительной власти. То есть здесь никаких спецнужд совершенно точно нет. Вот такой яркий, наверное, пример. То есть когда устанавливают совершенно ненужные требования, тем самым ограничивая круг потенциальных участников. Ну, вот такие случаи, их много. Это один из единичных примеров. В принципе, их очень много. То есть в медицине, допустим, у нас в практике был случай, когда одна поликлиника заказывала ультразвуковой аппарат. Обычная городская поликлиника. Деньги для бюджетных. Для взрослых, да. Она заказывала ультразвуковой аппарат и предусмотрела или требовала поставку, в том числе, датчиков для ветеринарии. Ну, вот для каких целей они заказывали эти датчики, непонятно. На самом деле, конечно же, истории совершенно разные, случаи абсолютно разные. От крайне печального до реально смешного доходит. Потому что мы понимаем, что, конечно же, с одной стороны, люди просто, видимо, не задумываются или не хватает квалификации для того, чтобы правильно оформить это техническое задание. То есть нельзя и неправильно утверждать, что все, кто организует и проводит госзакупки, это все жулики, коррупционеры, казнокрады. Мы можем только догадываться. Мы не утверждаем это как факт. Да, проблема существует. Да, безусловно, она, наверное, преобладает в сфере госзакупок. Но все равно есть абсолютно честные госзакупки, есть и абсолютно честные чиновники, которые проводят их. То есть все присутствует, все присутствует. Поэтому не надо сгущать краски. Надо просто заниматься этой проблемой. И вот то, о чем мы говорили в начале передачи, что нужно делать для того, чтобы, в принципе, как-то эту ситуацию изменить, сдвинуть для того, чтобы повысить прозрачность госзакупок, повысить конкурентноспособность этих закупок и, в конечном итоге, эффективность для государства, экономия для бюджетных средств. В принципе, конечно же, в одночасье и одним каким-то взмахом, там, розчерком пера или одной лишь политической волей, в принципе, этого добиться вряд ли возможно. Это должен быть комплекс мер, комплекс мер, направленный на достижение вот этой цели. Виталий, извиняюсь, что перебил. Вот до того, как мы поговорим о комплексе мер, потому что это, мне кажется, займет достаточно большую часть нашей программы, хотелось бы очень этот вопрос обсудить. У меня вопрос технический к вам, как к специалисту, но мне кажется, что это будет интересно и нашим слушателям. Вот вы сказали еще в самом начале программы, что обычные аукционы сейчас практически не проводятся, проводятся электронные. Соответственно, существуют специальные площадки для проведения торгов. Вот эти площадки, это какая-то одна большая площадка или их там много? И как вот, например, просто получить информацию о том, что оказывается по профилю работы твоей компании и проводится какой-то тендер или аукцион или иная форма? Ну, если говорить о площадках, которые проводят электронные аукционы, их несколько. Их несколько. Это аккредитованные, соответственно, площадки, которые имеют необходимую базу, автоматизацию и так далее, возможности ограничения доступа к этой информации и так далее. Все, что связано непосредственно с функционированием таких площадок. Но основная информация о госзакупках публикуется в том числе о госзакупках государственными заказчиками, то есть различными министерствами, ведомственными, департаментами, бюджетными учреждениями, больницами, школами и так далее. Она и также и о закупках госкомпаний, то есть всевозможных госкорпораций, например, там, Росатом, Газпром, Роснефть и так далее, или всевозможными государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами со значительной долей государства в их уставном капитале. Вся информация о закупках, которые проводятся этими компаниями, компаниями в настоящее время публикуется на едином официальном сайте закупки.gov.ru. И любой потенциальный участник... Это уже написано, на какой площадке идут торги. Совершенно верно. Потенциальный участник или лицо, желающее поставить товар, оказать услугу или исполнить какой-то заказ, соответственно, проверяет или ищет необходимую, там есть достаточно, в принципе, удобный интерфейс для поиска, соответственно, ищет необходимую в его, там, допустим, регионе или неприменительно к региону по, допустим, самому предмету заказа, ищет искомую информацию, находит ее, и уже дальше на этом же сайте он получает информацию, соответственно, о том, кто проводит эту закупку, какие технические требования, ознакомливается с документацией. Если это электронный аукцион, то, соответственно, на сайте также представлена информация, на какой конкретной торгово-электронной площадке этот аукцион будет технически проходить, потому что непосредственно сама электронная торговая площадка, она просто технически проводит саму процедуру и занимается, там, в общем-то, пересылкой электронных сообщений, там, с документацией, связанной с проведением этого электронного аукциона. Непосредственно к решениям принципиальных вопросов, допустим, о допуске к участию в аукционе, электронная торговая площадка никакого отношения не имеет. Она не может этим заниматься, конечно. То есть ее задача обеспечить технологию самого вот этого вот торга, да, и передача документов от участников к заказчику и, собственно, проведение вот этого вот торга непосредственно. Хотя и там есть проблемы, о них тоже, так сказать, широко известно. Если, так сказать, хотелось бы тоже об этом обратить внимание наших радиослушателей, я думаю, что большинство нас слушающих, это в том числе и предприниматели наверняка, поэтому многие могут столкнуться с такой проблемой, когда в ходе самого аукциона, все допущены, все участники до аукциона, и в ходе самого аукциона происходит вдруг на площадке сбоя. То есть участник, находясь перед своим собственным компьютером, начинает торговаться, и тут у него происходят какие-то непонятные сбои в компьютерной системе. Некоторые, не зная особенностей и специфики этих электронных аукционов, пеняют на себя, думают, что, ах, вот у меня такой плохой компьютер, надо было его раньше поменять. Ну и, в общем-то, расстроившись, конечно же, забывают про это. На самом деле забывать про это нельзя, вполне возможно, что здесь не просто технический сбой, а некий, ну, откровенно говоря, умысел неких лиц, связанных или причастных к проведению этих аукционов. То есть надо незамедлительно, в случае такого сбоя, нужно обращаться в антимонопольную службу, а только она сегодня федеральная антимонопольная служба, ну и ее региональные, соответственно, управления, они, соответственно, рассматривают жалобы, и в том числе рассматривают жалобы на вот такие технические сбои. В большинстве случаев принимается решение об приостановлении этого аукциона, и дается указание торговой площадке возобновить проведение аукциона с того места, когда, с момента, когда произошел такой технический сбой. Но здесь я тоже хочу обратить внимание тех, кто столкнется с такой проблемой, что нужно очень основательно и четко предоставить в антимонопольный орган доказательную базу того, что действительно технический сбой произошел не по вине самого участника. А как это доказать? То есть это не отключилось там электропитание, это не... Упал интернет. Упал интернет там или еще что-то. То есть, в принципе, ну, есть, соответственно, программисты, там, системные администраторы, которые с этой проблемой достаточно легко справляются и выявляют истинную причину. То есть, произошла ли эта проблема вот в зоне работы компьютера участника, или это проблема, которая произошла где-то далеко, то есть даже вот за зданием, условно говоря. В принципе, это достаточно легко выясняется, и подтверждающие факты, скриншоты этих сведений участник должен предоставить в антимонопольный орган, и, соответственно, антимонопольный орган, скорее всего, примет решение в пользу участника, то есть отменит результаты аукциона и... Возобновит. Да, возобновит его проведение, и участник, соответственно, сможет снова участвовать в аукционе. Бывают даже такие случаи, когда участники доказывают, что действительно это не по их вине, обращаются, соответственно, в антимонопольную службу, антимонопольная служба, значит, возвращает этот аукцион, соответственно, опять участник начинает участвовать, и бац, опять снова там, ну, уже какая-нибудь другая там происходит, какой-то сбой. То есть, до последнего не надо останавливаться. То есть, если аукцион интересен, не нужно пугаться даже сбоев. Если аукцион, да, не нужно пугаться сбоев. Виталий, Виталий, мы сейчас выслушаем две новости, две минуты новости и возвратимся в эфир. Итак, мы продолжаем беседу, обсуждаем сегодня государственные закупки. У меня в гостях Виталий Зародин, руководитель правозащитной общественной организации «Безопасное Отечество». Интересно, вы рассказывали до новостей по поводу того, как сбои происходят самые ответственные моменты торгов. И нашим слушателям дали такой хороший совет, что если вдруг это произошло, и у вас есть доказательства, что это произошло не на вашей территории, не у вас сломался интернет, компьютер или произошло что-то еще, то в этой ситуации в антимонопольную службу нужно обратиться. И с большой долей вероятности при наличии соответствующих доказательств будут отменены результаты торгов, и аукцион будет возобновлен с того момента, когда вот эти вот сбои пошли. Вот смотрите, Виталий, у нас получается достаточно, ну скажем так, много, начиная от технических, точнее заканчиваем, мы только что их обсуждали, способов отсеять лишних конкурентов. И такие уже топорные, известные, по-моему, с самого начала действия закона 94-го, но тем не менее существующие, по-моему, и до сих пор, когда действительно техзадания пишутся под конкретного продавца или поставщика, или конкретную организацию. Вот каким образом, я бы хотела перейти, каким образом можно нивелировать действия и возможности для вот таких нечестных методов борьбы? Как вы себе видите этот процесс? Ну, в первую очередь, о чем я всегда говорю, то есть в первую очередь везде, с любой проблемой надо заниматься и пытаться решить этот вопрос, эту проблему, сначала получив нужную квалификацию, то есть получив необходимый набор знаний, позволяющих правильно, эффективно, без лишних, ненужных, движений добиваться результатов, потому что, безусловно, существует огромный набор сегодня уловок, которые используют недобросовестные заказчики, недобросовестные чиновники, чтобы добиться результата, который им хочется. Соответственно, на другой стороне находятся те участники, те поставщики, которые... Хотят выиграть. Хотят выиграть, да. Но, к сожалению, практика жизни показывает не все, как есть недобросовестные чиновники, так, к сожалению, есть и недобросовестные поставщики, которые ради коммерческой наживы, ради так называемой рейдеры, которые пытаются сорвать закупки ради того же самого отката, только уже не в сторону чиновников, а в сторону вот этого самого условного предпринимателя. Тоже проблемы есть, но это отдельная история, скажем так, хотя, в принципе, находящаяся в этой же тематике. Но, собственно, как справиться с проблемой, которая возникает у участников закупок, у конкурентов, которые пытаются конкурировать с теми, кому заказчики потенциально могли предоставить преференции в форме написания технического заданий или еще каких-то уловок, которые используются. Ну, сначала надо попробовать самим научиться участвовать в этих закупках. Хотя это совершенно не обязательно. На сегодняшний день существует большое количество организаций, которые предоставляют, специализированных организаций, которые предоставляют профессиональные квалифицированные услуги по подготовке и сопровождению участия в таких госзакупках, соответственно, для предпринимателей. Ну, вот смотрите, Виталий, это понятно. Это то же самое, что мы всегда, так как у нас правовая программа, говорим о том, что если у вас есть правовой вопрос, доверите его решать его юристу. Эта технология более-менее понятна. То есть вы сейчас говорите, что для того, чтобы не нужно все время пинать на закон или на то, что обязательно там коррупционная составляющая или кто-то имеет какой-то интерес, иногда бывает и достаточно часто бывает и так, что просто по незнанию или низкой квалификации самого желающего поучаствовать, он не может этого сделать не потому, что его отмели, а потому, что он что-то сам неправильно сделал. Но я сейчас говорю о другом. То есть абстрактно представим, что у нас все, кто хотят поучаствовать, имеют квалификацию и, собственно говоря, имеют технические возможности и возможности людские участвовать в каком-то конкретном аукционе. А у нас есть проблема. Либо проблема в виде какого-то поставщика, который был бы наиболее предпочитаем тому, кто является заказчиком. Либо проблема, вот то, что вы сказали, что существуют и рейдеры, которые специально срывают порой даже и в основном, я так понимаю, что честные как раз аукционы для того, чтобы свои какие-то требования... Они, к сожалению, здесь неизбирательны. То есть они и нечестные срывают, и честные срывают. Им все равно. Тем не менее, еще один вопрос, который у меня, например, в голове крутится, это то, что вы озвучили в самом начале программы, вы сказали следующее буквально. Вы сказали, что по сути аукцион – это конкурс цены. А кроме цены у нас существует еще и качество. И вот когда идет гонка цен, на слуху очень много ситуаций, когда какие-то даже социальные объекты, их качество, например, строительства, таково, что они банально становятся опасны для тех целей, для которых создаются. Я говорю сейчас о крупных вещах. Это не ситуация, когда закупаются люксы в автомобиле. Он его произвели там где-то в соответствующей стране. Он и будет себе ездить. Да, вот особенно когда говорится о работе или когда говорится о чем-то, что создается здесь же, а не просто является там дилером какой-то. Вот каковы здесь в том числе могут быть моменты контроля? Не контроль от человека, который сидит и составляет заявку сам или с помощью специалиста, а даже контроль либо со стороны заказчика, либо какой-то внешнего контроля. Кто участвует? Ну, что касается качества, вопрос, конечно, сложный. И он в первую очередь кроется, во-первых, опять же в профессионализме, в первую очередь. И это в основном задача, конечно, заказчика. То есть его задача, помимо того, что эффективно осуществить закупку, но и составляющая эффективности, это получить качественную товарную услугу. За разумную цену, да, порой совершенно не обязательно она должна быть самой низкой. Он должен получить за разумную цену, соответственно, качественный или даже высококачественный, инновационный, высокотехнологичный продукт. Конечно же, и начинается это все с технических требований, которые должен заказчик подготовить. В принципе, существуют две формы проведения конкурентных так называемых закупок. То есть это аукцион, о котором мы уже поговорили, и это конкурс. Как раз конкурс тема отличается от аукциона, что в конкурсе выбирается не самое дешевое предложение. Не только самая цена дешевая, да? Да, не самое дешевое предложение, а самое лучшее предложение, которое определяется по набору критериев. В том числе, конечно же, это цена, и в том числе, конечно же, это качество. Но также могут быть использованы критерии сроки исполнения заказа. Это может быть использовано, если это услуга, допустим, то квалификация участника и опыт его в исполнении этого заказа. Соответственно, это набор критериев, которые позволяют заказчику при заказе технически сложных услуг или услуг, требующих определенного набора квалификационных возможностей, или при поставке технологичного сложного оборудования провести, в принципе, закупку и получить, иметь возможность, точнее, оценить предложения участников и выбрать из них действительно то, которое заказчику в соответствии с определенным набором критериев, которые он сам же и определил. В принципе, это единственный на сегодняшний день способ, то есть, единственный способ закупок, в котором можно действительно в качестве критерия определения победителя использовать именно кроме цены еще какие-то показатели. Но что хочу сказать, что, безусловно, если в конкурсе при наборе любого количества критериев, если в конкурсе не будет определено, что же нужно заказчику, с каким качеством, с каким набором технических характеристик, условий, с какими требованиями к результату этого заказа, то есть, соответственно, и при любом наборе критериев все равно заказчик может не получить нужный результат, потому что какое задание, то есть, что мы заказываем, то мы и получаем. И в этом как раз тоже есть проблема, но проблема уже теперь со стороны заказчиков, когда недостаточная квалификация или непроработанность, или просто халатность заказчиков зачастую приводит к таким результатам, когда здания рушатся, когда какое-то оборудование на самом деле не работает, потому что делают, как говорят, тяп-ляп, техническое задание, делают какой-то там усредненный или минимальный набор требований, зачастую просто делается таким образом, то есть, какой-то там сотрудник заказчика находит на сайте или где-то в интернете какое-то похожее оборудование, ну или просто обращается к тому поставщику, с которым они потенциально собираются сотрудничать, просит их подготовить задание, те, соответственно, тоже не понимая особенностей, готовят какой-то набор требований. В итоге этот набор требований идет в аукционную или в конкурсную документацию и заключается контракт в итоге, и если мы предположим ситуацию, что все-таки, или точнее рассмотрим ситуацию, что все-таки значительная часть закупок тоже является все-таки честной, то есть, когда нету коррупционной составляющей, в принципе, все равно получается что? Что выходит участник, и он предлагает ту услугу с тем качеством, или тот товар с тем качеством, набором технических или функциональных характеристик, который заказал заказчик, а на самом деле ему было нужно совсем другое. А там не было всего лишь одного параметра, да? Да, и вот, ну, действительно, по нашей практике это очень распространенная проблема. Когда заказывают, начиная от поставки канцелярских принадлежностей и заканчивая строительством каких-то объектов, и не указывают, прикладывают сметы просто с наименованием тех видов материалов, или каких-то комплектующих, которые нужны, но не указывают их конкретных технических характеристик, функциональных возможностей. То есть, там, к примеру, понятный для всех, наверное, пример, то есть, ведется строительство какого-то объекта, и заказывается, ну, к примеру, напольная плитка, напольная плитка, и указывается, что нам нужна напольная плитка размеров, там, 30 на 30, к примеру, и всё. Какая-то плитка, это обычная плитка, это... Из натурального мрамора или что-то ещё. Из натурального мрамора, это керамогранит, там, из какого материала, с какими прочностными характеристиками, непонятно. Ну, это, конечно, там, такой очень простой... Условный пример, да. Очень условный пример, но и когда закупаются какие-то высокотехнологичные, сложные виды, там, оборудования, медицинской техники, тоже зачастую пишут, вот, ну, просто, там, какой-то ультразвуковой аппарат с тремя датчиками, и всё, и больше ничего, так сказать, не указывают. Конечно же, во-первых, это открывает возможности для участия как раз вот тех самых рейдеров, которые, видя непрофессиональное задание, понимая, что, там, под это задание можно поставить всё, что угодно, соответственно, выходят и начинают, как в народе говорят, отжимать эти торги под себя, соответственно, либо выходят просто поставщики, быть может, даже добросовестные, видя простецкое задание, ну, соответственно, и предлагают ту продукцию, которая соответствует этому, в принципе, заданию. И главное, что это всё находится в рамках закона, но проблема-то вкроется ещё и в том, что под это упрощённое задание подходит оборудование или, там, товар или услуга разного ценового класса, то есть заказчик подразумевает, что ему нужно, там, высокого класса, допустим, услуга или оборудование, он, соответственно, устанавливает эту высокую цену, прописывает элементарные задания и в результате получает, там, тройное, пятерное, а то и, там, до 100% снижения доходит, ну, если это услуги какие-то бывают. Соответственно, и, казалось бы, вот, так сказать, снизили цену, то есть то ли заказчик завысил, а он, может быть, и не завышал, он установил цену, исходя из того, что он хотел получить. Но задание техническое он сформулировал таким образом, что ему предложили гораздо более дешёвым. Ну, то есть, мне что не нужно? Автомобиль, четыре колеса, двигатель, там, две фары спереди, да? Соответственно, при этом он думал о каком-то люксовом автомобиле, а ему предложили отечественную производство, зато дешевле. Совсем простой, там, мини-автомобиль. А нашим слушателям я напомню, что мы обсуждаем сегодня тему государственной закупки, и сейчас у нас уже скоро должны в эфир будут выйти новости, но до того, как они начнутся, я просто хотела озвучить и вам, и слушателям, а вам, Виталий, хотел такой вопрос перед вами поставить, чтобы ответить на него уже в следующей части программы. Я знаю, что вам есть что сказать по поводу общественного контроля над государственными закупками. Вот на эту тему. На эту тему очень хочется поговорить. И, в принципе, над тем, а что же заказывают у нас со стороны заказчиков? Кто-нибудь надзирает над тем, что же заказывают? Итак, две новости, возвращаемся в эфир. Итак, обсуждаем мы сегодня тему государственной закупки. У меня в студии Виталий Зародин, руководитель правозащитной общественной организации «Безопасное Отечество». Виталий, мы с вами дошли, скажем, до той стадии, когда хотели бы обсудить, а мне хотелось бы вас расспросить именно об общественном контроле и, в принципе, о контроле над тем, что заказывают, по какой цене. Всякие яркие случаи у нас имеют место быть, они иногда и до средств массовой информации доходят, широко обсуждаются, когда больше, чем бюджет какого-нибудь небольшого города заказ происходит на что-то не очень, наверное, нужное. Но, тем не менее, вот как это реализуется сейчас и какие подвижки законодательные, в том числе, в этом направлении имеются? Ну, конечно же, возможности контроля за государственными закупками существуют, они предусмотрены законодательством, и новое законодательство только расширит возможности общественного контроля. А какие они есть сейчас? В контроле в целом. Ну, во-первых, существует контроль со стороны заказчика, то есть, за самим, то есть, он обязан контролировать, собственно, сами процедуры закупок, он обязан контролировать исполнение контракта, собственно, следить за эффективностью размещения заказа. То есть, это задача заказчика, они так или иначе этой проблемой занимаются, когда-то успешно, когда-то не очень. Второй вид контроля – это государственный контроль, который осуществляется со стороны, так называемых, контролирующих органов. Это, соответственно, в госзакупках, наверное, в первую очередь, это федеральная антимонопольная служба, это территориальные и ее, соответственно, территориальные подразделения, которые контролируют соответствие исполнения законодательства при проведении процедур, вот этих конкурентных процедур, конкурсов, аукционов, там, запросов, котировок. Это, собственно, правоохранительные органы, надзорные, прокуратура, органы в системе МВД, то есть, управление по противодействию коррупции, соответственно, в системе МВД, которая работает. Это и контрольно-счетная палата, то есть, это, в общем-то, органы государственного контроля и надзора за системой размещения и исполнения государственных заказов. Эта система, в принципе, работает, худо-бедно результаты есть, какие-то, на самом деле, немаленькие результаты, например, антимонопольная служба огромное количество рассматривает обращений о нарушении законодательства, много выносится решений, подтверждающих факты, ну, есть и факты, которые не подтверждаются. Соответственно, и, мы знаем, правоохранительные органы работают и выявляют случаи недобросовестных госзакупок и так далее. И, соответственно, скажем так, главное с точки зрения общества, да, с нашей точки зрения, главный инструмент контроля – это общественный контроль, который сегодня существует благодаря таким организациям, в том числе, как наша, благодаря гражданам, благодаря активистам, которые самостоятельно работают в этом направлении, выискивая недобросовестные госзакупки, следя за результатами, за стройками и так далее, всевозможными поставками. Сегодня это, на самом деле, развивающаяся сфера, это развивающаяся часть гражданского общества, позиции гражданского общества, которая, конечно же, находясь только на старте своего пути, но, в принципе, уже дает определенные положительные эффекты. В том числе, всем известные, так сказать, истории, когда закупки от нечестной закупки или там необоснованные, ну, в основном, то, что в средствах массовой информации мы слышим, это, конечно же, не столько нечестные, сколько необоснованные, неэффективные закупки, то есть, в основном говорят о закупках каких-то предметах роскоши, в первую очередь, наверное, там, чаще всего звучат всевозможные там, люксовые автомобили, ну, там и мебель всевозможная, там, троны золотые, там, унитазы и прочее звучат. А было такое? Да, действительно, и у нас в практике было в нескольких случаях, когда закупали там элитную мебель, причем в описании интересно указывали, что эта мебель непременно должна там навевать чувство там покоя своим дизайном, там непременно относить, допустим, человека, который находится в этом посещении, относить его мысленно в прошлое, то есть, вот, обязательно, вот, такая мебель, допустим, должна создавать такое чувство, если она не создаст такое чувство, то, соответственно, конечно, же... Дережный критерий для конкурса. Да, тогда такой участник вряд ли сможет претендовать на победу, вот, или, там, случаи у нас были, когда покупали, ну, в данном случае тоже, можно сказать, что предметы роскоши, покупали продукты, там, в больших количествах для проведения всевозможных, там, торжественных, наверное, мероприятий, покупали, там, и икру за 90 тысяч рублей килограмм, там, ну, понятно, что, там, на несколько миллионов этой икорки, вот, и также, там, всевозможные требования, там, и про букет, и про алый аромат, там, у вин, там, должен быть, и, в общем-то... Ну, то есть, что-то за гранью разумности, откровенной необходимости и разумности, видимо, да, если говорить о госорганах. Ну, в принципе, да, хотя, конечно же, с другой стороны, ну, почему бы, они же тоже, так сказать, то есть, мы все люди, да, мы все хотим, там, качественно и хорошо питаться, да, с удобством и комфортно передвигаться. Понятное дело, что... То есть, торжество в госорганизации без черной икры на несколько миллионов никак не получится. Да, да, за 90 тысяч рублей за килограмм, в принципе, конечно же, получится, безусловно, вот, ну, это уже, там, действительно, на грани, там, каких-то элементов ненужной роскоши, и смысла на это тратить деньги, наверное, бюджетные, нет, но, вот, я тоже считаю, что нельзя доходить до крайностей, да, когда многие говорят, вот, там, покупают себе, там, какие-то вещи, роскоши, или, там, люксовые автомобили, ну, тоже нельзя заставлять чиновников всю жизнь на телеге ездить, все-таки общество у нас развивается, государство у нас динамично развивающееся, да, соответственно, мы все-таки цивилизованные люди, которые хотят пользоваться этими благами цивилизации, почему бы государственному служащему, который, в принципе, работает и решает определенные государственные социальные задачи, или задачи в сфере обороны, безопасности стран, почему ему тоже с комфортом, там, не передвигаться. Виталий, вот в том-то и дело, должен быть баланс определенный, да, и очень часто заказчик этот баланс видит, ну, совсем иначе, да, и вот мы как раз все-таки хотелось бы вернуться, потому что у нас совсем немножко времени осталось, именно вот к функциям общественного контроля и к тому, как это увязано на сегодняшний день законодательством, или никак не увязано, как вы видите. Да, конечно, общественный контроль, как я говорил, сегодня существует, к сожалению, он находится вот в таком, в развивающемся, или в начальной стадии, да, то есть, на самом деле, не так много в масштабах всей страны, конечно же, не так много людей этим занимается, еще меньше организаций общественных этим занимается, то есть, ну, вот я там не могу каких-то ярких примеров привести, да, кроме, наверное, сайта там «Распил», вот, который, ну, просто он в сфере информационного повода, да, ну, не то чтобы один из первых, просто он, скажем так, занимался пиаром своей деятельности, вот, откровенно говоря, ну, собственно, для этого, наверное, проект это был нужен, но неважно, самое главное, что результаты этого проекта есть, какие-никакие, они есть, вот, ну, у нашей организации достаточно мощные, так сказать, результаты на сегодняшний день за, вот, полтора года, это более 500 госзакупок, мы, скажем так, не допустили нечестных более 500 госзакупок суммы, которые там превышают 50 миллиардов рублей, большинство из этих закупок было либо вообще отменено, либо, соответственно, в эти госзакупки заказчики вносили нужные изменения, делая эти заказы более прозрачными, конкурентными, соответственно, тем самым выходило большее количество участников, снижалась цена в ходе этих аукционов или конкурсов, ну, соответственно, закупка получалась более эффективной. Таких результатов, к сожалению, пока нет, но, опять же, мы стараемся проводить, так сказать, в том числе и обучающиеся возможности семинары для того, чтобы привлечь как можно большее количество активистов и людей заинтересовать в создании подобных организаций или подразделений нашей организации, допустим, в регионах, эта работа ведется, и сегодня законодательство, к сожалению, действующее законодательство наши возможности как общественных контролеров ограничивает, ну, вот возможности только выявить в результате мониторинга официального сайта какую-то закупку при условии, что человек, который этим занимается, имеет, опять же, достаточный уровень квалификации, выявить, соответственно, нарушения, понять, в чем здесь скрыта коррупционная, допустим, составляющая или ограничение конкуренции, и принять те меры, которые предусмотрены законом, а сегодня мы можем обратиться в антимонопольную службу для того, чтобы они с жалобой о выявленных нарушений, и, соответственно, антимонопольная служба эти жалобы рассматривает и выдает предписание либо об аннулировании... Это может любой человек сделать? Это может на сегодняшний день сделать абсолютно любой человек, абсолютно, то есть, любая общественная организация, там, объединение общественное, или просто гражданин самостоятельно. Ну, здесь тоже кроется такая проблема, что нужно понимать, что ты делаешь. То есть, нельзя своими действиями, то есть, своими какими-то подозрениями срывать социально нужную госзакупку. То есть, если любое обращение в контролирующие органы... Ну, как в федеральной антимонопольной службе должны разобраться все-таки, достаточно ли документов для действий каких-то? Да, то есть, безусловно. Или оснований. Надо понимать, что если есть для этого достаточное основание, то тогда надо обязательно применять эти нормы, применять, осуществлять эти действия. Но если просто нам кажется, что здесь какая-то коррупция сокрыта... Мы же привыкли, что она везде должна быть сокрыта. Если человек, соответственно, и организация вот с этим своим, кажется, начинает обращаться в антимонопольную службу, то по закону антимонопольная служба должна, соответственно, приостановить проведение этого заказа, должна провести проверку этого заказа. Это все время. Соответственно, заказ его... Ну, соответственно, сам заказ, он оттягивается во времени. Зачастую это бывают заказы, которые имеют действительно какую-то срочную необходимость или социальную большую значимость. Допустим, поставка медикаментов для больницы или для социально незащищенных слоев населения. То есть были же случаи, действительно, когда... Ну, слава богу, они там... Точнее, не слава богу, а они в данном случае произошли не благодаря действиям активистов гражданских. Да, там как раз был системный сбой, скорее. Вот. Но были случаи, когда, действительно, там медикамент не покупают. Виталий, я прошу прощения. Главное, что сегодня это работает. У нас осталось буквально 10 минут. Я нашим слушателям напомню, что мы обсуждали тему госзакупки. Виталий Зарудин был у меня в студии в качестве гостя-эксперта. «Формула права» каждый четверг в 11.00. Слушайте нас. Спасибо. Спасибо.